Место встречи городских властей, контролеров и самарцев утром в понедельник остановка телецентр. Пассажирам напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, ведь лето не повод расслабляться. Летом люди немного расслабились, жара, кому-то может быть тяжело носить маску и дышать через нее, кто-то может быть уже привык жить вот в таком формате и махнул рукой, что бог с ним там заболею, заболею. Но нужно отметить, что расслабляться, конечно же, нельзя. Общественный транспорт должен быть местом, где мы едем с минимальным риском подхватить какую-то инфекцию. Для этого все должны быть в маске. Мониторинг продолжается в усиленном режиме. На нарушителей тех, кто категорически отказывается надевать маску, составляют административный протокол. За последнюю неделю таких материалов шесть, а за весь период проверок 433. За проступок придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Правила одинаковы как для пассажиров, так и для членов экипажа. Сотрудников, пренебрегших инструкциями, ждет дисциплинарное наказание. У нас уже за эту неделю было несколько случаев, когда нам сообщали бдительные пассажиры на телефон горячей линии о том, что наш кондуктор спустил маску на подбородок. Мы провели инструктаж дополнительный, сказали о том, что своим примером они должны показать нашим пассажирам, что маски нужно носить. Несмотря на вакцинацию, мы надеваем защитные средства и также просим своих пассажиров, чтобы они не забывали. Безопасность в общественном транспорте обеспечивает ежедневная уборка подвижных составов с применением специальных антибактериальных средств, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Кроме того, более 80% сотрудников департамента транспорта и около 30% работников компаний-перевозчиков прошли вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно, позвонив в свою районную поликлинику, записавшись через госуслуги, или обратиться по номеру телефона горячей линии 122. Мария Леевна, Сергей Баскин. События.